Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 7 декабря По народному месяцу слову Екатерина Санница В этот день христиане чтут святую Екатерину, жила в Александрии, конец 3-го, начало 4-го веков. В это время, как правило, усиливались декабрьские морозы, окончательно распростившись с веденскими оттепелями. Вот и говорили в народе, с Екатерины зима даймет не мытьем, так катаньем, не холодом, так голодом. Хотя в это время на скудный стол можно было лишь неурожайные годы пожаловаться, а что касается морозов, так от них под шубами да шапками укрывались, радуясь выпавшему, наконец, настоящему снегу и гладким чистым дорогам, что Екатерина прикатала. С этой поры начиналась на Руси емщицкая страда. Купцы с богатыми товарами по дальним городам и весям разъезжали, а молодежь повсеместно устраивала веселые екатерининские гулянья, катаясь на больших санях с гор, балагуря, возводя снежные крепости и устраивая на гладких дорогах санные гонки. Так что было где молодцам силушку до умения свое показать, а девицам себе суженных присмотреть. Екатерину в народе еще и покровительницей счастливых браков считали, а вечер этого замечательного дня слыл удачным для ворожбы и гаданий. Поэтому даже суровые отцы семейства сквозь пальцы смотрели на своих подрастающих дочерей, которые украдкой прятали за ужином в рукавах кусочек хлеба, чтобы положить его под подушку и загадать, какой суженый придет во сне с ней тот кусочек разломить. Или отламывали ветку от яблони и тоже клали под подушку, чтобы привиделся суженый. На Руси особо почитали святую Екатерину женщины, так как считалась она не только покровительницей брака, а еще помощницей беременных и роженец. А некоторые повивальные бабки до сих пор этот декабрьский день называют не иначе, как «катерины легкие родины». Роды на Руси всегда считались великим таинством, поэтому их день и час старательно скрывали от соседей и даже домочадцев. И что только не придумывал наш суеверный народ, чтобы хоть немного помочь рожающей женке. Во-первых, открывали в избе все двери, а если позволяла погода, то и окна. Оставляли распахнутыми дверцы шкафов, тумбочек, буфетов, выдвигали ящики, печные заслонки. Чтобы роды прошли благополучно, без сучка и задоринки, на роженицу надевали суконную рубаху без единого узелка и даже малой тесемочки. Расплетали ей косы, трижды обводили вокруг стола. А супруга заставляли бы ронить песок и есть кашу с солью, перцем и уксусом, приговаривая «Солоно и горько рожать, вот и потерпи, как роженица терпит». Но что бы ни происходило, а без повивальной бабки ни одна, даже самая бедная семья не обходилась. А у той, на случай сложных родов, свой обряд имелся. Говорят, входя в дом, повивальная бабка обязательно должна была сказать «Отворяйте, отворяйте!». А все домочадцы, находящиеся в это время в избе, должны были дружно ответить «Отворили, отворили!». Затем бабка говорила «Запрягайте, запрягайте!». А ей в ответ неслось «Запрягли, запрягли!». На что тут же следовало «Поезжайте, поезжайте!». И далее «Едет, едет!». После такого обрядового приветствия повивальная бабка брала квашню и замешивала в ней негустое ржаное тесто, приговаривая заговор для скорого разрешения от бремени. Замесив тесто, бабка из ложечки кормила им роженицу, и та, говорят действительно, в скором времени благополучно рожала. Новорожденного принято было закутывать в отцовскую рубаху, чтобы сила и защита его всегда с детятий была, а для того, чтобы был младенец богат, его на косматый тулуп укладывали. Сразу после родов малышу давали пожевать кусочек печеного яблочка, считая, что таким образом отвадят его от пьянства. А роженице некоторое время не разрешалось спать, боясь, чтобы черт или иной нечистый не заменили новорожденного на своего обменного детятю. А чтобы этого не произошло, женщина на последнем месяце беременности с добрыми мыслями о будущем ребенке делала куклу и укладывала в колыбельку, чтобы та обогрела и обжила ее для будущего малыша. Изготавливали куклу из куска ношенной домотканной одежды. Ткань несла в себе тепло взрослого родного человека и обеспечивала родовую защиту. Когда чадо появлялось на свет, кукла и тогда не расставалась с ним. Чтобы малыш крепко и спокойно спал, приговаривала мать, сонница-бессонница, не играй с моим детятком, а играй с этой куколкой. Кукла-то отвлекала на себя злые духи, оберегая чадо. А если ребенок рождался слабеньким и болезненным, то ведающая женщина и тут знала, чем помочь можно. Обряд провести какой, косточки поправить, травки какие заварить, да мало ли еще что. На то она и ведущая, чтобы знать, что делать надобно. В этот день примечали. Если на Екатерину оттепель, туман и слякоть, значит морозов не будет еще десять дней. Снег упадет на сухую землю и станет санный путь, следующий год будет неурожайным. День выдался ясным, то зима будет холодной. На небе видно много маленьких звезд. К скорому снегопаду! Братья-месяцы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова